Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Вопрос 2245, том 9. Вам не кажется, что отошедшие от Русской православной церкви за границей архиереи, как епископ Варнава, Лазарь и другие, были правы, так как, хотя защитники «октябрьского переворота» 2000 года и защищались, что будто бы у них и на уме не было мысли о соединении с московской патриархией, но дело показало, что они хотят этого нечестивого единства с краснопогодными попами. И раскола учителям и родоначальникам серии дроблений все-таки оказывается ваш правящий архиерей Евтихий Сибирский, так как с его доклада на том Черном соборе и началась эта сумятица. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Дальнейшие события показали, что действительно те, кто говорил, что они и не думают о соединении с московской патриархией, они-то и стали ныне за немедленное объединение. Теперь они уже приготовили новую доктрину апологетов о лжи, чтобы хорошо и туманно разъяснить простодушным, что это лапзание с сергианцами очень уж выгодно для всех и особенно для любимой ими России, где такое невиданное духовное возрождение. Прочту выдержки из послания епископа Евтихия от января 2001 года. Цитата. Меня всегда спрашивают, предвидел ли я то критическое отношение к посланию, которое довело некоторых клириков до отхода от РПЦЗ. Скажу честно, не предвидел и не ожидал. Не ожидал от тех, кого считал именно верными чадами РПЦЗ за границей и соратниками в отстаивании правильного курса РПЦЗ. Тем людям, которые без злого умысла заблуждаются, поняв наше послание неверно, я считаю достаточно простого заверения, что ни я, ни другие архиереи РПЦЗ, ни тем более наш первый иерарх, не собираемся соединяться с МП в ее нераскаянном состоянии или соглашаться с ее отступлениями и неправдами. Будучи православными архиереями, мы желаем и мыслим, что единство не иначе, как только единство в истине, во Христе, согласно тому, как мы понимаем прошение на мирной иктенье о соединении всех. Совершенно несправедливым представляется мне навешивание ярлыков промосковских архиереев на владыку Марка и владыку Амбросия. По злобной иронии или со злонамеренным расчетом наносится удар недоверия и подозрения в спину как раз тем преосвященным, которые ведут долгую, трудную и изматывающую борьбу с московской патриархией, отстаивая наши храмы и монастыри в Западной Европе и Святой Земле. Время все расставит по своим местам и покажет, кто и зачем пытается ныне внести разлад в церкви, нападая на архиерейский собор. Право же, когда некоторые из сегодняшних наших оппонентов увидят себя в очень неприятной компании, которая, впрочем, уже и теперь довольно ясно прорисовывается, между тем налицо застой в главной нашей обязанности «Свидетельствовать миру о Христе, который сказал «Так узнают, что вы мои ученики, если любовь будете иметь между собою»» Евангелие Таана, 13.35 Но наш архиерей сегодня не за объединение с МП, пока она не покается и не отступит от сергианской лжи и от экуменизма дьявольского. 3 Иоанна 1.4 Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Не открою же стихом своим Америку, Во льдах миражный остров не открою, Когда скажу о нашем лицемерии От о черве-древоточце под корою, Чего уж лицемерить на показ, Прыщи за гладкое и нежное не выдать, Когда раздвоенность хлопочет между глаз, Во свете Библии себя не хочет видеть. Кого-то не себя запишут фарисеи, Завидуя и злясь, что с ним не поделились, Украсят проституток под барышень кисейных, Иконный лик молюют на прелюбодейных лицах. Не знаю до конца, как у других, Свои концы пусть прочие рассмотрят, О наших пекарях, про наши пироги, Что видим в колыбели и на смертном одре. Постимся лицемеря и кривляясь В честь так бесчестно проповеди лишней Все атрибуты внешние при нас, Монахи по пещерам и в затишье, Кому какая польза от постов, Придуманных в египетской пустыне, Где приращение вдвое или в сто От благовестия о Иеговы сыне, Зажмурились от света или тьмы, Под символы тряпичные шифруясь, Немея, глуши всех глухонемых, Сиздевкой над святою Русью, Сон лицемеров с черной икрой, Искусственной, без признаков наследства, Пещеры с верою в безверие все роют, Кастрируют свой ум под бисер девства. Гимн лицемерию, ему канон, акафист, Нигде-то в православии слагают, Канонизируют позор в церковном ЗАГСе, К апостолам цепляется молчальничек плюгавый. 20 июня 2004 год, Игнатий Лапкин